Всем привет! Я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду жить 24 часа по цветам радуги в Тока Бока. Перед началом обязательно подпишись на мой канал и поставь лайк. А мы начинаем! Давайте создадим персонажа полностью радужного. Если вдруг мы не сможем найти что-то радужное, мы будем выбирать определенный цвет. Сначала красный, потом оранжевый, потом желтый и так далее. То есть последовательности цветов радуги. Кожу мы можем сделать обычную, она у нас не будет входить в наш челлендж. И единственное, наверное, что мы изменим, это глаза, которые тоже будут у нас не цветные. Можем изменить нос, но он будет такого же тона, как и наш цвет кожи. А вот и самое интересное, брови. Ну и получается, что мы меняем их на красные, потому что у нас сейчас первый цвет красный. Давайте сделаем оранжевые щеки. Вот, какой-то клоун у нас уже получается. Ну ладно. Теперь поехали в парикмахерскую, чтобы изменить мою прическу. Как я помню, наши волосы должны быть желтыми. Это интересный цвет. Ну, для начала поменяем, в принципе, всю прическу. Мне нравится вот эта. Давайте сделаем ее. Теперь нужны желтые волосы. Сделаем самые яркие. Ребята, я реально сейчас чем-то похожа на клоуна. Ну, посмотрите. Ну ладно, давайте продолжать дальше. Следующее, что мы должны сделать, найти эта одежда. Может быть, что-то есть на почте? Давайте посмотрим. Вот такие радужные цветочки мы можем взять, кстати. Костюм конфетки радужный. Ребята, кажется, мы сегодня будем конфеткой. В принципе, эту конфетку мы можем съесть. Это и был наш завтрак, видимо, на сегодня. Погнали теперь обустраивать мою комнату. Я ее буду обустраивать вот в этом розовом. Немножко, видите, там радуга есть. Мы будем обустраивать вот в этом доме. Ну, а теперь самое интересное. Обои. Вау, посмотрите, как много разноцветных. Ну, мне кажется, что я найду здесь что-нибудь радужное. Тут должно быть. Вот, вот эта радуга. Смотрите. Сделаем такую. А вот что делать с полом, я не знаю. Нету такого радужного пола пока что. Придется тогда делать следующий цвет. Мы сделали желтый, значит, следующий зеленый. Вот такой сделаем мятный. Вау. Мне очень нравится. Радужная кровать. Потому что мы делаем спальню. Нам нужна какая-нибудь кровать здесь. Желательно, чтобы она была радужная. Вот такая есть. И также вот такая. Тоже радужная. И вот такая еще. Тоже более-менее радужная. Наверное, менее радужная здесь вот эта. Вот эти две подходят под обои. Наверное, выберу ту, которая поинтереснее. Вот эту. Двухэтажную. Теперь ковер. Я уверена, что здесь есть что-нибудь. Вот такой ковер радуга сюда. Мы ставим. Супер. Картинки. Может быть, что-то есть из постера. Только посмотрите на этот постер. Какой он яркий, крутой. Вот такое тоже. Такие две пластинки можем повесить. Класс. Такие постеры. Реально супер. У нас еще не только такой радужный день. У нас еще и все неоновое очень. Посмотрите. Дальше. Полка. Шкаф. Для начала полка. Есть вот такая. Слушайте, она идеальная. Мы ее повесим вот сюда. Что же мы будем делать со шкафом? Есть вот такой, но он не совсем радужный. Он просто разноцветный. Ну, а другого шкафа, в принципе, нет. А, нет, есть. Вот он, смотрите. Мы можем сюда его поставить. Супер. Теперь кресло. Может быть, радужные подушки, кресло. Оп. Подушки найдены. Поставим их сюда. Что дальше? Вот такую гирлянду повесим из ракушек. Посмотрите, она очень классная. Радуга целая. Тоже повесим обязательно. Куда же без нее? Ну, еще нужно положить что-то на шкаф. Давайте найдем. Что это может быть? Вот такой ксилофон радужный. Поставим его на шкаф. Почему не ставится никуда? Только на пол. Ну, ладно, бросим на пол тогда. Кубики. У нас какая-то детская комната получается, если честно. Вот такой огромный надувной матрас. Радужный пенал. И ручка. Вот сюда. Так же я уверена, что здесь где-то есть радужная коробка. А вот и она. Ставим ее сюда куда-нибудь. Теперь еда. Обязательно в комнате моей должна быть еда. И это радужное мороженое, радужный тортик и радужный леденец. Главное, чтобы мороженое не растаяло. Ну, ребята, я уже нашла много еды. Радужный. Посмотрите, что такие ММД-мсики. У меня получилась очень крутая яркая комната. Посмотрите, как круто я в ней смотрюсь. Комната прямо как из детских мультиков. Все такая радужная, розовенькая, крутая. Короче, мне очень нравится. Мне кажется, я выполнила свою задачу. Очень классно. Давайте что-нибудь съедим на завтрак. То, что мы еще не ели. Например. Возьмем тортик. Ну и мороженку съедим. Супер. Теперь нам осталось найти животное. Радужное животное, ребята. Я думала, что это может быть единорог. Но я, честно говоря, не знаю, есть ли единорог в токобоке. Прям такой радужный. Давайте посмотрим. Съездим к водопаду. Итак, что же тут интересного? Тут, кстати, вообще лошадки все такие не единорожные, не яркие, не разноцветные. Короче, нет. Нам тут не подходит. Нам тут не нравится. Я предлагаю теперь поехать в какое-нибудь радужное место. Если единорога мы не нашли, может быть, мы найдем кого-то другого. Смотрите, самое яркое разноцветное место. Это 100% вот этот парк развлечений. На первой локации вообще везде только радугу вижу. Поехали скорее туда. Ох, я чувствую, что мы найдем очень много радужных вещей. Как минимум, вот такой шарик я уже нашла. Нам нужен наш радужный билетик. Отлично. Радужные очки мы на себя надеваем. Теперь радужный ободок. Он отлично дополняет мой образ. Огромная тучка с радугой. Целый магазин радужной еды. Это то, что мне нужно. Разные леденцы, попкорн. Офигеть. И попить можно что-нибудь. Кургер был, кстати, очень вкусный. Теперь можно поиграть в разные игры. Тут даже мусорки радужные. Понимаете, ребята? Вот такую игрушку мы сможем выиграть. Отлично. Подходим ли мы по росту? Да. Покатаемся на этом радужном колесе обозрения. Максимальная скорость. Разгоняемся и едем, ребята. Хотели бы вы покататься на таком колесе обозрения? Напишите в комментариях. Теперь можно слезать и ехать на следующую локацию в этом парке. Тут уже не столько всего яркого. Тут скорее ракушки какие-то разноцветные. Вот отлично попало на радужный аттракцион с ракушками. Какой он быстрый. Мы тоже можем менять скорость. Посмотрите. Очень круто. Тут еще какой-то радужный краб. А вот и наш радужный кристалл, ребята. Посмотрите. Можем его забрать. Класс. Столько всего уже нашла радужного, ребята. Теперь можно отправляться на последнюю локацию. Что же мы сможем сделать здесь? Фотографию. Ну давайте попробуем. Включаем. Опа. Напечатаем. Вот и моя фотография. Посмотрите. А вы все стоите в очереди. Я еще хочу твои фотографии напечатать. Ну они правда все одинаковые выходят. Ну ладно. Оно так быстро крутится. Что будет, если делать на максимальную скорость? Посмотрите. Покатались бы вы на таком. Мне кажется, это страшно. Но вообще я катаюсь на всех американских горках. Так что я бы, наверное, рискнула. Вот и наш обед. Видимо подоспел. Посмотрите. Хот-доги радужные. Давайте их съедим. Офигенное тоже кафе я нашла. Здесь мы тоже сможем фоточку свою распечатать. Поднимаемся. Сейчас мы будем резко падать, видимо, да? Ой-ой-ой. Надеюсь, я осталась жива. Вы видели мое лицо? Как у меня голова кружилась. А вот и фотография. Мне кажется, что вот этот вот свободное падение это самый лучший здесь аттракцион. Мне он больше всего понравился. Такие у меня две фоточки теперь есть. Ну а теперь, когда мы насладились парком развлечений, я предлагаю все-таки заняться поиском зверушек. Потому что я не нашла здесь никого радужного. Кажется, у меня есть одна идейка. У меня появилась одна идейка. Поехали в джунгли. Здесь у нас обитает замечательный зверек хамелеон. Да, он у нас зеленый. Но зато сейчас мы воспользуемся лайфхаком. И он станет разноцветный. Кушай мой тортик. Вы посмотрите на него. Теперь он меняет цвет. Теперь его можно назвать радужным. Наконец-то я нашла себе своего зверька. Давайте, кстати, осмотримся здесь. Может быть, мы реально найдем что-нибудь радужное в джунглях. Хотя я очень сомневаюсь. Пока ничего не нашла. Вот какой-то куда аппарат есть. Фоточки, конечно, классные. Но они не радужные. Значит, они нам не подойдут. Да, джунгли это, конечно, не лучшее место, чтобы искать радугу. Поехали лучше дальше. Где еще может быть радужно? Мне кажется, там, где много детей, яркие цвета, можем поехать в детский сад. Да, ребята. Не так я представляла, конечно, себе свой радужный день, что я его буду проводить в детском саду. Но пора вернуться в детство. Кубики. Такие у меня, кстати, и в своей комнате есть. Кажется, я не особо возвращаюсь в детство. Просто возвращаюсь в свою комнату. Ну что, они правда радужные. Мы, кстати, можем попробовать из них радугу. Реальное сделать. Начнем с конца. Так, фиолетовый, потом синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Все, теперь мы эту радугу с собой забираем. Я постаралась. Реально классная получилась. Слушайте, здесь реально круто. Но я думала, что ярких цветов будет гораздо больше. Пока что я нашла только радужные стулья. Вот такой ксилофон, который у меня, кстати, тоже есть. И кубики. И все. Пойдемте поиграем в игры в Явклуб. Ну, здесь прям вообще тускло, конечно. Ну вот, правда, бильярдные шарики разноцветные. Радужные желейные мишки. А что у нас есть? Конфетки еще разные. Наши любимые леденцы. Вот они радужные по-настоящему. Дадим одну еще и нашему зверюлочку. Саксофон. Жалко, что он не радужный. Я бы что-нибудь сыграла. Я надеюсь, что вам понравилось это радужное видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok